Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на Всероссийском семинаре с совещанием, посвященном вопросам тарифного регулирования. Мое выступление будет посвящено основным направлениям развития государственного регулирования цен. Я затрону два блока вопросов. Первая – это часть, которая будет касаться контрольно-надзорной деятельности Федеральной антимонопольной службы, в первую очередь за решениями региональных регуляторов, а вторую часть своего выступления я посвящу вопросам, которые связаны с совершенствованием законодательства о государственном регулировании цен и, конечно, в первую очередь тем подходам, которые формируются сейчас в проекте федерального закона об основах государственного регулирования цен в Российской Федерации. Хочу сказать, что Федеральная антимонопольная служба за 2017 год провела ряд контрольно-надзорных мероприятий, проверок, в том числе плановые проверки региональных регуляторов, неплановые проверки, проверки в документарной форме, по результатам которых было проверено более трех с половиной тысяч тарифных решений и выдано более шестидесяти предписаний в связи с допущенными нарушениями законодательства об основах государственного регулирования цен. При этом Федеральной антимонопольной службы рассмотрено порядка 250 досудебных споров и тарифных разногласий. По результатам всех проверочных контрольных мероприятий Федеральной антимонопольной службы принято решение об исключении из состава установленных тарифов из НВВ более чем 7,5 миллиардов рублей. Хочу сказать, что это вот как выглядит по сферам деятельности в электроэнергетике необоснованных средств более 2,5 миллиардов рублей выявлено Федеральной антимонопольной службой более 1,5 миллиардов теплоснабжения и более 3,5 миллиардов в сфере водоснабжения и водоотведения. Основные замечания, основные проблемы, наверное, которые фиксируются в Федеральной антимонопольной службе, они касаются ряда статей затрат. Первое, наверное, это вопросы, которые связаны с учетом амортизации. Здесь несколько на слайде правил сформулировано, которыми руководствуется Федеральная антимонопольная служба при принятии тарифных решений, при оценке тарифных решений региональных регуляторов. Естественно, первый тезис о том, что сроки амортизации рассчитываются, исходя из максимального срока полезного использования имущества, и в связи с этим ускоренный метод амортизации Федеральной антимонопольной службы не принимается. Переоценка стоимости основных средств производится только в том случае, когда это является источником инвестиционной программы. И завершая этот вопрос, амортизационные отчисления учитываются в тарифных решениях только в отношении тех объектов, которые введены в эксплуатацию. Те планируемые вводы, так называемые, в амортизацию включаться не могут. Еще одна тема, тоже она связана с амортизацией. Мы проводили такие внутренние дискуссии по этому поводу. У нас большое количество объектов, которые были введены в эксплуатацию в связи с такими глобальными мероприятиями, которые в нашей стране происходили. Я имею в виду Чемпионат мира по футболу, другие крупные мероприятия, которые потребовали, соответственно, увеличения количества объектов теплоснабжения в сфере электроэнергетики. И в связи с этим еще одно решение, которое было зафиксировано в решениях Федеральной антимонопольной службы, это расходы на амортизацию объектов основных средств, которые созданы в рамках целевых бюджетных средств, не подлежат включению в регуляцию регулируемые тарифы, поскольку организация не понесла затраты на создание таких объектов. Это тоже в одном из решений Федеральной антимонопольной службы у нас зафиксировано. Следующая тема, это тема, которая связана с расходами на аренду. Здесь тоже достаточно много вопросов возникает в связи с принятием или оценкой тарифных решений региональных регуляторов. В первую очередь, тот принцип, который прослеживается в электроэнергетике, в теплоснабжении, водоснабжении, состоит в том, что арендатор в рамках включения в состав тарифного решения арендной платы может претендовать лишь на то, на что может претендовать собственник. Принцип примерно такой. Поэтому, естественно, во всех основах ценообразования по этим видам тарифов зафиксировано правило, по которым в состав арендной платы включаются только налог на имущество, на землю и так далее, и амортизационное отчисление, а также другие обязательные платежи. Исключения у нас есть в отношении только объектов в сфере водоснабжения, которые немножко в этом вопросе выбиваются. Учет результатов деятельности в предыдущих периодах регулирования. Здесь в данной слайде, к сожалению, он мелковато, наверное, у меня оформлен, но, тем не менее, принцип тоже и решения, которые принимаются по этому поводу. Принимается учет результатов деятельности в предыдущих периодах регулирования в том случае, когда полностью готова ответственность, вернее, отчетность по этим направлениям, начиная с периода следующего за периодом, в котором расходы были документально подтверждены, то есть через год после понесения этих расходов. И расходы, которые связаны и могут быть предъявлены Федеральную антимонопольную службу, они должны быть предъявлены как раз в тот период, в следующий, после получения отчетности год и не позднее. В зависимости от сферы, учет этих расходов может быть растянут, так скажем, по периоду на 3 или 5 лет соответственно. Еще хочу сказать, что слайда такого нет, но, тем не менее, у нас часто бывают вопросы, которые связаны с включением состав тарифного решения, состав НВВ расходов на оплату труда. Мы вели очень большую работу, практически полтора года, наверное, вместе с Российской трехсторонней комиссией мы провели дискуссии по поводу того, чтобы все-таки мы какие-то параметры зафиксировали в рамках решения Российской трехсторонней комиссии по учету в тарифах расходов на персонал, расходов на оплату труда, но, к моему глубокому сожалению, мы не получили решения Российской трехсторонней комиссии, в первую очередь из-за того, что, так скажем, тарифная часть этой комиссии, часть предприятий, которые работают в конкурентном секторе, договориться не смогли. В результате, к сожалению, таких четких правил мы не получили в решении Российской трехсторонней комиссии. Может быть, это бы способствовало такой меньшей напряженности при принятии тарифных решений, но, к сожалению, этого не произошло. Но, тем не менее, то, над чем мы работали, в общем-то, Федеральная антимонопольная служба активно использует при принятии решений и оценке тарифных решений региональных регуляторов. Учет отраслевых тарифных соглашений, безусловно, нами проводится, и организации, которые вступили или находятся, на которых распространяются отраслевые тарифные соглашения, соответственно, могут претендовать на учет этих затрат. При этом существуют определенные ограничения по поводу тех размеров, которые могут включаться в тарифы. В частности, имеет значение и оценка среднего уровня заработной платы по тому виду деятельности, в отношении которого принимаются решения, и определенные ограничения по размерам, соответственно, которые также мы старались зафиксировать в решении российской трехсторонней комиссии, но не удалось. Они заложены в отдельных нормативных документах, я имею в виду сферу электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения. Ну, надеюсь, что в дальнейшем, возможно, все-таки мы получим такое решение. Если не российской трехсторонней комиссии, то более унифицированно может быть в законодательстве мы сможем это определить. Еще одна проблема, которая зачастую является таким элементом непонимания существа принятых решений по отдельным статьям затрат, это недостаточная обоснованность принимаемых решений в экспертном заключении. У нас, к сожалению, может быть в определенном смысле и большинство споров и разногласий возникает из-за того, что регулируемые организации не понимают и не могут сделать вывод о том, какие затраты попали в тариф, какие не попали, на какие периоды раскладываются в долгосрочном периоде определенные статьи затрат или убытки, которые понесли организации в предыдущих периодах. И поэтому, конечно, очень часто, практически, наверное, во всех случаях, когда мы фиксируем нарушения, одновременно фиксируются нарушения требований, которые предъявляются к экспертным заключениям. Конечно, экспертное заключение, по нашему мнению, должно содержать анализ тех статей затрата, которые принимаются в тариф. Необходима ссылки на перечень документов, которые принимаются органом регулирования в качестве обоснования экономического подтверждения этих статей затрата. Ну, соответственно, ссылки на нормы законодательства и обоснования отказа тех затрат, которые предъявляются организации, тоже с соответствующим обоснованием должно быть. Далее, продолжая, хочу сказать, что, конечно, большой проблемой остается сложность нормативно-правового регулирования. И здесь я перехожу ко второй части своего выступления, которое посвящено тем направлениям развития тарифного регулирования, которым занимается на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба. Ну, не устаю повторять, что более 150 нормативных правовых актов регулируют отношения в сфере тарифного регулирования, что, конечно же, не прибавляет ясности по многим вопросам в тарифном регулировании. 18 законов, более 40 постановлений правительства и более сотни ведомственных нормативных правовых актов, Федеральные службы по тарифу в основном и Федеральные антимонопольные службы. Значит, у нас есть одна победа в части унификации тарифного регулирования, она связана с тем, что, значит, у нас наконец-то, после двух с половиной лет наших долгих обсуждений и дискуссий, в том числе с коллегами из других федеральных органов, у нас появился, значит, единый порядок рассмотрения и урегулирования досудебных споров и разногласий, связанных с установлением тарифов. Нам взамен 16 актов правительства утверждено единое постановление правительства номер 533 об утверждении правил рассмотрения тарифных споров и разногласий. Это то направление, о котором мы докладывали, в том числе в рамках нашей Ялтинской конференции, значит, ну вот не прошло два с половиной года, как нам все-таки это удалось достигнуть. Соответственно, в развитии этого документа появился приказ Федеральной антимонопольной службы, которым утвержден регламент рассмотрения тарифных споров и разногласий. Несколько таких тезисных элементов, значит, ну, в первую очередь установлен единый срок подачи заявлений не позднее, чем в течение трех месяцев с момента принятия обжалуемого тарифного решения. Это ограничивает возможности, так скажем, бесконечно жаловаться на тарифные решения Федеральную антимонопольную службу. Значит, с другой стороны мы установили, унифицировали сроки рассмотрения тарифных споров и разногласий, я имею в виду самой Федеральной антимонопольной службы. Это три месяца, вернее, да, три месяца срок, в течение которого мы обязаны это сделать, и есть возможность продлить еще на один месяц. Значит, у нас рассмотрение официально становится комиссионным. Комиссия Федеральной антимонопольной службы создана приказом Федеральной антимонопольной службы. Комиссии у нас различаются в зависимости от сфер регулируемой деятельности. Но, как это предусмотрено постановлением правительства, у нас принимают участие в рассмотрении не только представители Федеральной антимонопольной службы, но и наши коллеги из других федеральных органов исполнительной власти. Один представитель от Министерства экономического развития во всех комиссиях, он у нас имеет право участвовать. Правда, не очень часто они к нам приходят на рассмотрение, но, тем не менее, такое право у Министерства экономического развития есть. И в зависимости от вида спора, соответственно, у нас имеет право участвовать в рассмотрении представитель Федерального органа исполнительной власти по виду спора. То есть это может быть представитель Минэнерго, это может быть представитель Минстроя, это может быть представитель Минтранса, это может быть, соответственно, любой в зависимости от того, какой спор у нас присутствует. Также, в чем важен, на мой взгляд, комиссионный Порядок рассмотрения. Рассмотрение споров всегда очное, то есть это действительно дискуссия, в рамках которой у регулятора, который принял решение и у регулируемой организации есть возможность высказаться, представить свои доказательства, дискутировать, поспорить по поводу принятого решения и, соответственно, определяется статус этого решения, срок его принятия, возможность его обжалования и порядок его исполнения. Я думаю, что, несмотря на то, что, на мой взгляд, конечно, постановление правительства – это недостаточный уровень для такого процессуального документа, тем не менее, это уже один из элементов унификации, который немножко больше порядка придает тарифному регулированию, чем вот этот вот разброс по многим подзаконным нормативным правовым актам. Параллельно сейчас в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона, который подготовлен Федеральной антимонопольной службой совместно с Министерством финансов Российской Федерации по унификации государственной пошлины за рассмотрение тарифных споров и разногласий. Если на сегодняшний день у нас предусмотрены разные пошлины за юридически сходные действия Федеральной антимонопольной службы, разногласия оценены в 80 тысяч рублей, досудебный спор в 160 тысяч рублей, но по одному и тому же вопросу можно обратиться, значит, соответственно, и так, и так, да, значит, то с принятием унификации правил рассмотрения споров и разногласий мы также предполагаем унифицировать и размер государственной пошлины. Соответственно, государственная пошлина будет установлена в сумме 120 тысяч рублей, средняя между 80 и 160 тысячами. И, соответственно, очень рассчитываем, что, возможно, в ближайшее время, значит, закон этот будет принят и государственная пошлина будет установлена. Хочу сказать, что буквально вчера, вернее, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, в среду, по-моему, нет, в четверг, в четверг Государственная Дума приняла законопроект в первом чтении, значит, и вчера комитет одобрил законопроект ко второму чтению. Скорее всего, на этой неделе пройдет второе чтение, там третье, и в ближайшее время, я думаю, что в ближайшую неделю или две это будет, в общем-то, принято Государственной Думой, дальше Совет Федерации, и, соответственно, мы увидим унификацию и по государственной пошлине. Теперь главная тема, наверное, это закон об основах государственного регулирования цен тарифов. Мы имеем в 2017 году указание президента этой работы заниматься, 24 апреля. Развитие свое, эта тема получила в указе президента Российской Федерации номер 618 об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. Хочу сказать, что как раз в рамках этого указа предусмотрено ряд мероприятий, которые могут быть реализованы только путем принятия единого закона об основах государственного регулирования цен. В частности, это и элементы унификации процедуры рассмотрения споров, и элементы долгосрочного тарифного регулирования, и элементы, которые связаны с установлением общих единых подходов и принципов в сфере тарифного регулирования. Ну, все это, в общем-то, также подкреплено и соответствующими поручениями правительства. Значит, на сегодняшний день законопроект подготовлен и нанесен в правительство Российской Федерации, Федеральные антимонопольные службы. Мы обсуждали законопроект на разных площадках. Я имею в виду площадки, которые на федеральном уровне, это с коллегами из федеральных органов исполнительной власти. У нас нет единства, я честно скажу, у нас есть большое количество разногласий, это большая таблица. Мы обсуждали также и направляли законопроект в региональным регулятором. Многие РЭКи, спасибо вам большое, значит, высказались достаточно критично ко многим положениям. Мы обсуждали, кстати, также в Ялте в апреле этот законопроект в рамках ежегодной коллегии Федеральной антимонопольной службы. И с учетом этих обсуждений мы постарались доработать этот законопроект. Я обозначу ключевые моменты, которые на сегодняшний день в законопроекте имеют определены. Первая, наверное, самая такая большая дискуссия, это перечень регулируемых видов деятельности, на кого законопроект распространяется, на кого, значит, распространяться законопроект не будет. Мы в рамках унификации полагаем, что законопроект должен охватывать все регулируемые виды деятельности, которые на сегодняшний день подвержены тарифному регулированию. Но при этом не нужно забывать о том, что одновременно у Федеральной антимонопольной службы есть поручение по реформе естественных монополий. И одновременно с законом об основах государственного регулирования цен в правительство Российской Федерации мы внесли проект федерального закона, который предполагает, в общем-то, изменение подходов к самим субъектам естественной монополии. И это, естественно, должно быть элементом, который отразится на тарифном регулировании. Вообще, на мой взгляд, принятие закона об основах государственного регулирования цен должно быть пакетным вместе с реформой естественных монополий, потому что одно проистекает из другого, и мы не можем ответить на ряд вопросов, если не будем рассматривать эти законопроекты комплексно. Буквально займу пару минут сказать о концепции по естественным монополиям. Мы видим определение естественной монополии, так скажем, с учетом, в том числе, международного опыта и подходов, которые сложились в Евразийском экономическом союзе, исходя из наличия сетевой линейной инфраструктуры. Если такой подход будет поддержан, вызвал дискуссию на сегодняшний день в правительство, то естественная монополия будет иметь всегда привязку к сетевой линейной инфраструктуре, и то, что не имеет, так скажем, в своей основе вот этого элемента, значит, соответственно, не может быть отнесено к естественным монополиям. Это позволит существенно сократить сферы естественных монополий, в частности, из регулирования могут выйти, например, такие объекты, как аэропорты, порты, значит, возможно, почтовая связь и так далее. И в этом отношении у нас останется только то, что, по сути, во всем мире традиционно относится к сферам естественных монополий. Это передача электрической энергии, это сферы, которые связаны с коммунальной инфраструктурой, это сферы, которые связаны с некоторыми другими элементами, в основе которых есть инфраструктура. И дальше, соответственно, мы можем, исходя из этого, подумать, да, значит, естественно, те сферы, которые выводятся, они не станут сразу конкурентными. И вообще, может быть, и не станут в принципе конкурентными, да, то есть для них могут быть сохранены отдельные элементы регулирования, в том числе тарифного регулирования, для них могут быть сохранены правила дискриминационного доступа, но это предмет, опять-таки, дискуссии. Там, где конкуренция возможна, значит, можно, значит, соответственно, от этого уходить. Там, где конкуренция невозможна, значит, такие элементы регулирования у государства должны сохраняться. Поэтому я не хочу сказать, что этот вопрос решенный окончательно, но я хочу сказать, что с такой концепцией Федеральная антимонопольная служба выступила в правительстве. Мы провели ряд совещаний, в том числе у первого заместителя председателя правительства, были высказаны замечания от естественных монополий, сейчас в аппарате правительства мы работу эту продолжаем, очень рассчитываем, что это, соответственно, будет одним из элементов реформы естественных монополий. И, опять-таки, только в связке с этим законом, тогда можно принимать закон об основах государственного регулирования цен. Потому что, если мы используем тарифное регулирование в отношении преимущественно субъектов естественных монополий и околомонопольных сфер деятельности, то одно вытекает из другого. Также, конечно, самое важное, что законопроект должен обеспечить, он должен определить единые принципы, формы, методы государственного регулирования цен. Мы, наверное, на сегодняшний день, самая большая дискуссия – это о подходах к элементам и правилах, которые связаны с определением затрат, включаемых в состав тарифов. И там, в общем-то, дискуссия эта очень, наверное, живо подхвачена, потому что унифицировать правила разных отраслей, конечно, очень тяжело. Но, на мой взгляд, принципы унифицировать очень просто. И, по большому счету, то, о чем мы говорим, я имею в виду в составе принципов тарифного регулирования, в формировании методов форм тарифного регулирования у нас более или менее консенсус получается. Удастся ли нам детализировать правила – это большой вопрос. Мы посмотрим, в ближайшее время в правительстве состоится согласительное совещание по этому поводу. Но очень бы хотелось, чтобы эти правила тоже были определены. Также, конечно, законопроект должен определить разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и региональными органами исполнительной власти по вопросам принятия тарифных решений, потому что, естественно, у нас система тарифного регулирования складывается из двух уровней. Еще раз отмечу, что закон называется «Об основах государственного регулирования цен». Мы здесь провели дискуссию по поводу того, участвуют или не участвуют муниципалитеты в этих процессах. Но, когда мы говорим об основах государственного регулирования цен, то муниципалитеты могут участвовать только в том случае, когда государство передает им такую функцию на уровне субъекта в Российской Федерации. Поэтому это право субъекта такое решение принять от этого тариф не станет муниципальным, он все равно останется государственным. Конечно, также очень важным элементом, и, в общем-то, это прописано в указе президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, нужно расширять права потребителей при принятии тарифных решений. В этом отношении тоже большое количество норм посвящено правовому статусу потребителей, возможности участвовать в принятии тарифного решения. Также президент поручил рассмотреть возможность участия потребителей в утверждении инвестиционных программ субъектов естественных монополий регулируемых организаций и в возможности контроля исполнения этих инвестиционных программ. Это тоже предмет, который должен найти отражение в законопроекте. Также, как единые правила согласования и утверждения инвестиционных программ, естественно, важна процессуальная составляющая, которая имеет свое наполнение в законопроекте. Это порядок установления тарифов. Порядок, опять-таки, я сегодня обращал внимание, что у нас очень много проблем, очень много споров возникает из недостаточной процедурной урегулированности некоторых вопросов, в том числе связанных с установлением тарифов. Это касается и вопроса подготовки экспертных заключений, это касается некоторых других вопросов, поэтому чем лучше и полнее мы сделаем это непосредственно в законе, процедурно определим статус каждого субъекта, порядок принятия решения и его содержания, тем лучше будет для дальнейшего понимания тарифного регулирования. Что, конечно, нам нужно договориться о таких ключевых показателях, я имею в виду о принципиальных вопросах, потому что чем дальше мы уходим в детали, тем больше у нас возникает дискуссий и споров, и это может, в принципе, конечно, остановить дальнейшую работу над законом, поэтому важно определить систему координаты принципов. Мы их сформулировали, я хочу сказать, что они, наверное, являются объединением тех элементов регулирования, которые на сегодняшний день существуют в законе, это и баланс интересов, и установление цен, исходя из их экономической обоснованности, и долгосрочность установления цен. И в этом отношении это, в общем-то, та опора, на которой мы можем строить развитие тарифного регулирования. Что касается форм установления и определения цен, то также мы здесь, еще раз повторяю, велосипед не изобретаем, да, это установление цен непосредственно регулирующим органам, установление цен в пределах тарифных коридоров. Значит, возможно, да, мы обсуждаем это, сегодня здесь звучало, возможность внедрения элементов регуляторного контракта, как элемент форма установления цен путем соглашения с регулирующим органом, и установление цен путем утверждения формул расчета цен, где большие возможности появляются у регулируемой организации, когда она самостоятельно может принимать отдельные решения. Что касается методов государственного регулирования цен, здесь на слайде я привожу, и в законопроекте это есть, метод сравнительного анализа, метод доходности инвестированного капитала, метод индексации, метод экономически обоснованных расходов. Но хочу отметить, что в указе президента у нас зафиксировано одно поручение, да, значит, в приоритете должен стать не метод экономически обоснованных расходов и затрат, а метод сопоставимых рынков. И в связи с этим, вот то, что сегодня опять-таки звучало, я имею в виду вопросы эталонизации, вопросы, которые могут каким-то образом определить параметры сопоставимых рынков, они должны стать в приоритете. Мы сейчас в законопроекте специально прописали о том, что иные методы регулирования применяются только в том случае, если эталонных расходов не существует, и нельзя использовать метод сопоставимых рынков. Поэтому здесь, в этом отношении, это то направление, которое является приоритетным, ключевым для развития тарифного регулирования. Завершая свое выступление, хочу сказать, я сегодня говорил о порядке и правилах рассмотрения тарифных споров в разногласии, которые реализованы на сегодняшний день по становлению правительства. Конечно, мы также считаем, что эти правила должны быть закреплены непосредственно в законе. Процессуальная часть закона имеет очень тоже большое серьезное значение, потому что если субъекты имеют определенные процессуальные права и обязанности, то тогда в этом случае они могут защитить свои материальные права и интересы. Надеюсь, что реализация положения этого законопроекта в конце концов станет законом и было бы очень хорошо, если бы с 2021 года, например, мы бы жили по новому закону. Спасибо за внимание.